Отношения и деньги. Очень часто именно на слове «деньги» в отношениях начинаются проблемы. Но это не происходило. Прямо сейчас обсудим эту интересную тему с Оксаной Анищенко, нашим экспертом, психологом. Доброе утро. Доброе утро. Эксперимент? Почему одна шкатулка? Должно быть две. Что? Бюджет семейный. А, то есть бюджет семейный должен быть все-таки единым. Ну мы сейчас как раз это и разберем. И все должны скидываться. Бывает по-разному, да. Вообще тема денег, она является одной из самых основных конфликтных тем. И не всегда, когда супруги, партнеры конфликтуют по поводу денег, это про деньги. Очень часто бывает какая-то в отношениях неудовлетворенность уже годами сложная, да, и деньги проявляют, да, в этом случае. И тут нужно смотреть, действительно ли вы на фоне денег конфликтуете, нет ли там какой-то другой претензии к партнеру, который вы через деньги высказываете. Но если мы смотрим про бюджет семейный, мы сейчас говорим не как, не с точки зрения экономики, психологии, деньги, это ресурс, это возможности, ну это власть. Власть. Да, и это про какие-то способности человека, ну там очень много про понятия личности. И вот мы сейчас говорим как раз и про зрелость и про ответственность, да. А можно небольшой ответить о вопросе, подскажите просто, как психолог, то, что Екатерина сказала, власть. Это что-то говорит, что она хочет зарабатывать, чтобы власть, да, получается. Можно сказать, что для нее это критерий, да. Это много денег. Мы можем это предположить как некую гипотезу, да, потому что, может быть, я запомню ее, буду это присматривать. Может быть, Екатерина просто у нас интеллектуал, вот знает все критерии. Есть еще такая возможность. А может, просто власть, жаждет власти. А может быть, власть для нее, да. Да, мы возьмем такие бумажки символизирующие. Вот такие времена. Бумажки. Это деньги? На рейхмедит не выделяют нормальных денег. Это ваш бюджет, семейный совместный бюджет. Я буду вам говорить, что делать, и вы будете давать обратную связь. Значит, семейный бюджет, его можно формировать разными способами. Мы сейчас его будем формировать, а вы будете рассказывать, что вы при этом чувствуете. У меня 400, у тебя сколько? Значит, первый... У меня только 20 больше. Ну и живи на 20. Властвуй. Властвуй на 20. Чего себе не сказать? Да, я могу себе... Первое, это совместный бюджет, когда вы оба зарабатываете и все складываете в копилку. Возите. Я пересчитал, Катя. Все деньги полностью. Я пересчитал, я бы то. Все деньги, да. Что ощущаете при этом, когда все деньги лежат в общей копилке? Как-то некомфортно. Да, я могу забрать все. Вот так сделать. Когда у нас совместный бюджет, полностью совместный бюджет, что мы внутри получаем у себя, да? То есть мы говорим о том, что это постоянное распределение, то есть мы должны постоянно договариваться о том, как мы будем распределять. В принципе, такие отношения невозможно, когда доверительные отношения, когда мы зрелые оба, когда мы принимаем потребности друг друга и можем договориться. Но есть ограничения. Если у меня есть какие-то потребности собственные, а мой партнер не готов удовлетворять, то это будет зона конфликта, да? Ну и плюс еще это сюрпризы очень сложно друг другу делать, когда общий совместный бюджет полностью, да? Да, да. Дополнительно просто еще где-то подзарабатывать. Да, выдели мне бюджет и куплю тебе подарок. Да, вот эти разговоры. Дальше ты посмотришь, насколько ты меня любишь, да? Давай, выдели мне на сюрприз. Я щедрая, да, да, мне побольше денег. Полный совместный бюджет, но при этом мы, допустим, отдаем все деньги в распоряжении женщине. Вот, уже хорошо пошел. И такое тоже бывает. Ну или мужчине, да? Или женщине. Что при этом чувствует... Ну, отдали женщине, что при этом чувствует мужчина? Что я недостаточно ответственный? Почему вы меня забрали? Что за мной не так? Ну, все правильно. Не компетентен? Все правильно, да. В таком случае распределяется бюджет, когда не хватает компетентности у одного из партнеров. Когда не хватает зрелости по распределению денежных средств. В этом случае, да, можно это сделать. Есть какая-то накопительная база и какой-то смысл в этом. Но мы поддерживаем некую инфантильность партнера, да, не даем ему возможности в этом смысле созреть. И, скорее всего, в родительских отношениях ему не давали зрелости, да, и вот он нашел такую же маму, которая поддерживает в нем эту инфантильность. Ну, здесь могу перекладывать ответственность тогда на нее, потому что, ну, извини, как вот управляла, так управляла. Я все, что заработал, в семью принес, отдал, там дальше... А женщина пойдет еще дальше жаловаться всем своим знакомым, что, ай-яй-яй, он ничего там не может, я все сама, все сама. Хотя, на самом деле, сама организовала такую ситуацию. Да, да, да. Мы все, как видите, как все знают. Материны, и она может комплексовать из-за того, что меньше вкладывает, и это тоже может проявляться. Хочу быть на равных. Да, 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 вот это желание быть на равных. Есть у нас еще вариант, это уже не совместный бюджет, а частичный бюджет, да, денежки возьмите. Так, частичный, это как? Да, например, вы по 2000 вкладываете. А все остальное оставите? А все остальное, да, оставляете себе. Ну, а что, на какие-то общие крупные покупки мы, типа, скинулись, тоже, мне кажется, хорошо. Вполне хороший такой вариант. Купили квартиру за 4. Да, если мы говорим о том, что вы зарабатываете равное количество денег. Но если, допустим, вы зарабатываете, Екатерина, полторы тысячи, а Руслан 4 тысячи, вы договорились складываться по 2 тысячи. По 2 тысячи, ты не хочешь, да. 500 в долг каждый месяц, под процент. По 1000 в общую копилку, тогда у Екатерины остается 500, а у Руслана остается 3000 на руках. Какие ощущения? Это зона конфликта. Я не сталкивалась, честно говоря, с такой моделью, и мне никогда не приходило в голову сравнивать, в принципе, эти показатели. И какие ощущения, если вдруг вы понимаете, что у вас остается 500, а у Руслана 3 на руках? Ну, ты, наверное, будешь как-то скованнее себя чувствовать и не ощущать до конца. Вопрос, хватит ли этих, мне кажется, основной, хватит ли этих 500 рублей для того, чтобы покрыть тебе основные базовые потребности? Да, и как Руслан вкладывает 3000 эти в отношения, вкладывает ли... Куда идут? Деньги. Да, что там происходит? Это зона конфликта, опять-таки, да? Но можно поделить 50 на 50. Ты 50% от заработка, и я 50%. Тогда Руслан вкладывает 2000, а Екатерина 750 рублей, да? Да, процент. Да, но тогда мы тут смотрим на зрелость Руслана, который может говорить, я вкладываю больше денег, и это тоже зона конфликта. Любой удобной ситуации. В принципе, это один из самых зрелых вариантов, но если мы видим, что нет каких-то претензий к партнеру, потому что деньги могут здесь претензии как раз проявлять. Есть какая-то шкала зрелости в отношениях семейного бюджета, и вот это самый зрелый вариант, когда в процентном соотношении партнеры делают общую копилочку. Не процентном соотношении, а частично совместный бюджет, когда мы договорились, что у нас есть общая копилка на какие-то бытовые нужды, но и у каждого остаются деньги на личные расходы, на хобби, на сюрпризы устраивать тебе и так далее. А вот это сравнение, когда ты вообще начинаешь продумывать, а сколько кто вложил, вот это уже нездоровый элемент в отношениях? Это вот уже что-то не то. Да, недостаточно ценности. То есть если я начинаю это рассматривать, значит у меня не хватает какой-то ценности внутри или ценности партнера. Здесь просто вскрывается недостаток этой ценности. Это уже нужно в отношениях разбирать. Ну и последний вариант, это когда у нас полностью раздельный бюджет, можете денежки забрать, копилки общей нет, она пустая. Здесь... Тоже зона конфликта, как какие-то общие траты, как их осуществляется. Да, да, да. Обычно такие отношения строятся тогда, когда повторный брак или они появляются в зрелых отношениях, когда у нас уже у каждого есть свои потребности, мы научились их удовлетворять и зарабатывать на это. Да, в принципе тоже мы можем говорить про зрелые отношения, но в этих отношениях меньше ответственности, потому что мы меньше вкладываемся друг в друга, да, и в наши общие отношения. Но и да, вот если нам нужно вложить какую-то общую большую трату, то как мы будем договариваться? Это тоже конфликтная зона. В общем, если конфликтная зона где-то в районе кошелька у вас возникла, то просто нужно пересмотреть этот эфир, желательно вдвоем с вашим партнером по жизни, чтобы вы услышали все рекомендации и здоровый бюджет составили. Давай от меня тысяча, а все остальное твое. Идем ва-банк. Во, какой молодец!